Добрый день, дорогие любители футбола! Привет всем на Ясле ТВ! Мы находимся в Слудске на стадионе Городской. Здесь в матче 16-го тура Беларусьбанк высшая лига по футболу. Футбольный клуб Слудск принимает Борисский БТ. Второе место у Борисского БТ. Четыре очка до Солигорского Шахтера, правда, Солигорчан. На одну игру еще одна игра в запасе. И 12-е место у Слудска. В первом круге команду сыграли таким образом. 3-0 выиграла Борисская БТ. Так что сегодня, возможно, реванш возьмут ребята из Слудска. С вами сегодня на этом матче работаю я, Горнак Михаил. Помогает мне известный специалист Вадим Викторович Скрипченко. Добрый день. Стартует второй круг чемпионата Республики Беларусь. Гомелько, четыре защитника справа налево. Четвертый номер Алексей Вутаревич, пятый Эдуард Жевниров. Это то, что он забил победный гол Спутнику. И, возможно, это в какой-то степени окрылило парня. И сейчас он получил возможность в стартом составе быть. Опасная атака! Придача удача! Ну, хорошо, удача получилась. Атака у Слудска закончилась ударом по воротам. Два паса вышли к воротам Батэ и хорошо пробил, кажется, кто? Концедайлов? Да, один из сценаристского спутника. Но я бы отметил проход по левому флангу Сассина. Великолепный дриблинг. Что двое хорошо сработали. И вратарь нападающий. Да, в этой ситуации Арсений Концедалов. Сейчас давайте немножко посмотрим за развитием этой атаки. Концедалова дает хорошую передачу. Он еще входит в штрафной обброс. Пяточка. Будет ли удар? Удар! И вторая опасная ситуация. Очень красиво и размашистый играет Слудска. Дальше атака продолжается. Подача и удар головой уже не получается. Внутри, конечно же, эту передачу пяткой. И игрок сразу же не бил. Следующим пасом 1 на 1 вывел игрока. Вот здесь здорово сбросили на Егора Семенова. И снова Концедалов или кто? Нет, Концедалов делал передачу справа. И Сассин и Концедалов. Новичок Слудска. Очень здорово. Он открывается между линиями. Пас в разрез на Кирилла Вергейчика. И удар по воротам не получается у Кирилла. Мимо он пробил. Свалился мяч с ноги. Да, великолепная передача Артения Концедалова из глубины поля. У нас Артем Гомелько. Он раньше также работал с Бразевичем. Это было в другой команде. В Смолевичах. В пас-центр. Сигневич. Еще до скрытой передачи. Удар по воротам. И отбивает Гомелько. Добивание. И уже здесь не справился с ударом Карасева. Вратарь Слудска. Ну что, здесь потеряли игроками? Вот так вот бывает в футболе. Это неописанное правило, которое существует. Как говорят, не забиваешь ты, забьют тебе. Великолепные две ситуации Голивых имел Слудск. Но спас вратарь Батте. Ну а сейчас видим, что Батте провел прекрасную атаку по центру. И касанием добивания Павел Карасева открывает счет в этой встрече. 1-0. Как ни старался Артем Гомелько спасти свою команду. Спасти ее не получится. Профессионалов, которые стремятся к победе. И одна и другая команда, безусловно. Вот потеря в центре поля. Облонский перехватывает. Хорошая атака. 4 в 3. Милич хорошо утащил центрального защитника. Умаров. Прострел вдоль ворот. Ну здесь Гомелько правильную позицию занимает. И забирает этот мяч. Возможно, кстати, это даже был удар по воротам от Умарова, а не прострелом. Ну да, Гомелько. Хорошее настроение у зрителей после этого эпизода. Посмотрим дальше. Хорошая подача. Перекладина спасает ворота. Батте. И от ворот, видимо, будет. Да. Кирилл Бергейт. Получилось акцентированно нанести удар. Тем не менее, мяч по дуге опустился. Можно нанести удар из-за штрафной площади. Но удар получился совсем невыразительный. Поэтому никакой опасности он не нес. Володько на левом фланге получает мяч, входит в штрафную. Простреливает вдоль ворот. И да, ценой подката Анюкевич спасает эту ситуацию и выносит мяч на угловой. А хотя завершать готов был это атаку Немани Милич. Да, еще одна потрясающая атака у Батте. Встречные курсы. И такая игра должна нравиться не только любителям этих двух команд, но и вообще любителям. Возможно, много интересного подметили на этом чемпионате. Самое главное, чтобы применили... Удачи Павла Нехайчика. И что, гол залетает в ворота, да? Действительно, есть еще один мяч. Забивает его пятый номер. Это Евгений Яблонский. Неожиданно, кстати, получилось. Возможно, это ошибка Артема Гомелько. Ну, как-то буднично в Батте забил второй гол. Так, знаете, по-моему, до сих пор игроки Слуцка не могут понять, каким образом это произошло. По-моему, элементарная подача. И просто без сопротивления Яблонский нанес удар в дальний угол. И уже 2-0. 2-0. Вот так вот бывает. Вроде бы Слуцка хорошо начал встречу. К своему следующему мячу. Пас в разрез. Милищ выйдет один в один. Или все-таки офсайд. Нет, получает мяч. Он и Сигневич открывается. Один получает мяч и бьет поворотом. Там Жевниров недовольны тем, как работают в защите игроки его команды. Отличная быстрая атака Батте прошла сейчас. И опять видим, что при полном попустительстве защитников Слуцка проходит эта атака. Он даже выбился в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Поэтому должны быть готовы они ко всему. Умаров берет игру на себя и бьет с левой ноги рядом со штангой. Катился мяч. Снова опасность. Снова защитники не знают, как сдержать атакующий потенциал Батте. Вот, знаете, я смотрел... Сейчас вот прослеживается вот невынужденные потери в простых ситуациях. Но, естественно, любая команда, Батте это классная команда, способна использовать эти ситуации. Ну, сейчас видим такой, как принято говорить, булитный выход Павла Нехайчика, который, обладая опытом, и сколько в его карьере... Ну, второе, как-то команда построилась. Видимо, чувствует, что есть какая-то сила в этом игроке. Наверное, возможно, много играет через него. И еще один мяч залетает в ворота. Это автогол Жерниров. Сегодня решили случайно свои ворота забивать. Еще помогает Батте. Да, счет уже 0-4 становится. Гомелько недоволен, выговаривает он своим игрокам. Ну, а Батте как-то налегке, спокойненько в первом тайме уже сделал игру. Да, 4-0. Это курьезный момент. Ну, так бывает в футболе. Поэтому давайте где-то понимаем состояние сейчас и Гомелько, и Жернирова, который забил мяч в свои ворота. И это автогол безусловный. Вот. Тем не менее, знаете как, сейчас такая ситуация... Им как раз-таки точно нужно сделать какие-то изменения в составе. Нет, судя по всему, у Слуцка нету никаких замен. Филиппович Капитович Ильичаев, два опорника Евгений Блонский, Павел Карасев. Давайте уже так же посмотрим за атакой. Мирич, удар издалека. Да, и неплохо действует Артем Гомелько. Также справа у наших госсумаров и Павел Нехальчик слева. Под нападающим Николай Сегневичем. Нападение, внимание, Мирич. Хорошая возможность. Сасин включает скорость. Атака 3 в 2 сейчас. Сасин с мячом. Слева концы Идалов. Можно саму пробить. Бьет поворотом. И неплохо Андрей Кудровец. Занял верную позицию и легко мяч взял в руки. Но пробежался неплохо, Сасин. Да, хорошая атака с Луцка сейчас. И опять-таки после стандартного положения в избирательное действие Сасина на фланге. Раскачал он Александра Филипповича и выполнил передачу в штрафную. Но никто из игроков не стреляет. Потапенко удары. Кудровец опять демонстрирует свое мастерство. Но отличный матч проводит Кудровец, да, Михаил? В начале встречи сколько сейвов совершил. И сейчас, видим, выручает команда. Получился у Жебнирова и заблокировал. Так самоотверженный игрок Батея тут удар. Вот это, это пенальтина. Ну, хоть что-то, видите, встрепенули сразу же болельщики, зрители. Да, возможно, Слуцку не удастся вернуться в игру. Возможно, не удастся сравнять счет. Зато вот какой-нибудь гол престижа и увидим мы сегодня. И, возможно, вот в пенальти все это начнется. Опасная ситуация, где Капитович необоснованно, на мой взгляд, сфалил. Сасин бьет и забивает гол. Тут немного сокращает разницу. Сейчас становится у нас 1-4. И Сасин забивает свой третий мяч в этом сезоне. Были шансы, кстати, у Кудровца. И он угадал угол, но не смог отбить этот мяч. Сильно ударил Сасин. Да, конечно, смену мест. То есть пойти навстречу Глебко для того, чтобы... И что, шикарный гол, залетает в ворота мяч. Это Альфред. Мы так много сегодня Кудровца хвалили. Норушение правил, Михаил. Норушение правил, жаль. А так хотел бы, чтобы Слуцк сейчас довязал борьбу Батте. Ну да, действительно, Альфред врезался не только в Кудровца, но еще и в штангу. Там держится Кудровец за плечо. Конечно, прецедент он сам в себе создал, когда не смог отбить толком мяч. Получилось перед позицией. Может быть, тренер останется в команде. На следующий сезон Сигневич. И снова ошибка, заметьте, да, вот на ровном месте. Либо Батаревич, вот на его месте сейчас. Альфред оказался. Альфред отвоевал мяч Вергевича. И подсечка на Альфреда. У него отличная скорость. Ошибка Альфред! Прошло, забивает второй мяч. Интересный мяч, конечно, мы с вами наблюдаем. Ах, если бы еще в первом тайме, когда у них были возможности Слуцк. Забил, вот тогда бы было еще более интересно. Вы был в стуще. Вы подошли к тому моменту, когда только два мяча остается до Борис Коуботе. И все еще впереди у нас всего лишь 67 минут встречи. Да, прекрасное взятие ворот. И Альфред, наверное, вовремя вышел на футбольное поле. И учитывая, понимал Александр Бразевич, что этот парень нацелен на ворота, агрессивен в атаке. Надо просто не попасть в игрока Боте в этой ситуации, доставить мяч в штрафную. И когда блокируется удар... Удар Альфреда! Отбивает Кудровец. Добивание. Видимо, свободный удар. Нас ждет. Но снова Альфред. У нас три атаки. Да, это была, конечно же, не ошибка, а скорее полошность. Я просто неправильно выразился. А вы меня правильно подправили. В этот момент, да, на 78-й минуте встречи физически переигрывает Слуцк. Удар поворотом. Да, вы здесь везет, конечно же, что головой играет у нас Сигневич. А если был игрок пониже, возможно, бы не достал сейчас головой. Ну да, конечно, сегодня такие эмоции на стадионе городском. Концовки. Потому что в такие матчи, конечно, нелегко выходить на самом деле на замену. Ну, Слуцк сейчас понимает, что надо быстрее доставлять мяч в штрафную площадь. Хорошая подача. Да, хорошая подача получилась. Легко был близок к тому, чтобы встретиться с мячом. И, возможно, вот это небольшое противодействие защитника. Это был сону через правый фланг Дмитрий Бессмертный. Передача в штрафную. Василевич, удар. Не повпробил, Василевич. Там, конечно, был небольшой рикошет от ноги игрока. Слуцк спасет ситуацию, да. Альфред в борьбе с Яковом Филипповичем выигрывает. Подбор. Глебко. Альфред. Альфред поддержки нет у Альфреда. Придется одному, скорее всего, идти в обводку. Куртодиблонскому обыгран. Неблонский. Прострел. Удавь! Удавь! Забивает Слуцк. 4-3 еще становится. Ну и 3-4. И до конца матча буквально 40 секунд. Наверное, и добавленные секунды тоже будет из-за того, что Слуцк забивает один гол. Всего лишь один гол остается Сучаном. Минутка, наверное, да. Да, минутка. Ну хватит ли, хватит ли времени у Слуцка? Сейчас надо просто, после того, как Батэ разыграет мяч в центре поля, надо спринтовать игрокам атаки, потому что, по сути, остается совсем считанные секунды. И, возможно, еще чудо свершится в этом матче. Заброса не было. Ну что ж, вот такой вот супер матч мы с вами посмотрели. 90 минут настоящих серьезных эмоций. Вадим Викторович, давайте последние слова скажите и будем уходить. Не будем говорить последние слова, да. Скажем, то, что матч получился очень эмоциональный.